Просто взрыв мозга! Это лучший день моей жизни! Столько новых мозгов, друзья! Парень из США во время отснятия очередного влога для Ютуба прогуливаясь под мостом нашел часы. Но он не взял их себе. Как сказал парень, я оставил часы там, потому что они, вероятно, принадлежали какому-нибудь бездомному, а у них и так ничего нет. Я не собираюсь отбирать у них последнее, я просто оставил их там. В марте 2021 года парень из Японии обнаружил возле дороги два заброшенных автомобиля. Микроавтобус Мазда и Фольксваген Поло. У обоих машин нет колес, видимо, уже украли. Утром Брош 전. Это мануя. Наба, так и снизу. Мадо галаса, так и снизу. В бардачке Вольсвагена парень нашел документ, срок которого истек еще в 2006 году. Так что можно сделать вывод, автомобили находятся здесь уже 15 лет. Американец с помощью металлоискателя нашел на старом пляже два столетних золотых кольца. В начале 2016 года дайверы обнаружили затонувший корабль на Окинаве. Парни из Великобритании, исследуя заброшенную недвижимость, обнаружили в лесной местности много различных автомобилей. Некоторые машины довольно редкие. На данной территории также похоронен владелец всего этого богатства. Неизвестно по каким причинам, но его семья оставила это место природе. Также парни нашли гоночные автомобили. Походу бывший владелец был неравнодушен к авто и коллекционировал их. Во время дайвинга в озере Кому в Маригалла Марко Рубаготи с другом обнаружили автомобили. Из-за долгого пребывания в воде машины были в плачевном состоянии. Также видно, что авто побывали в ДТП. Парень из Великобритании обнаружил в карьере брошенные экскаваторы и другую тяжелую технику. Почему технику не забрали отсюда, остается только догадываться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята из США отправились исследовать заброшенное молодежное исправительное учреждение, построенное в 1960 году. А закрылось оно в 2002 году. Как сказал парень, это одно из самых забавных приключений, в которых я когда-либо был. На территории исправительного центра все как-то довольно странно. Разбросаны катера, автобусы и грузовики. Один, два, три бота. Это очень круто. Когда заходишь внутрь здания, стоит въехавший в стену грузовик, а на крыше лежит вертолет, не то упавший, не то сброшенный сюда, не ясно. С квадрокоптера отлично видно целиком всю эту картину маслом. У меня только один вопрос, что здесь произошло? Может здесь снимался фильм? А может сбунтовалась молодежь, шутка конечно, хотя... Мужчины из Великобритании с помощью металлоискателей нашли в океане два серебряных кольца. Чуть позже нашли золотое кольцо. А также одно платиновое кольцо 950 пробы. Потом одному из мужчин посчастливилось найти часы Брайтвинг с поломанным браслетом, из-за чего по всей видимости они и оказались под водой. Как сказал мужчина, он не знает оригинал это или фейк. Насколько мне известно, эта модель Брайтвинг на Витаймер хронограф, и на дополнительных окошках должны быть секундные, минутные и часовые показатели, а не как здесь, день недели, месяц года и GMT. Так что больше всего это подделка. Такие оригинальные часы могут стоить от 5000 долларов и выше. В ноябре 2020 года в отдаленной необитаемой части штата Юта сотрудники Департамента общественной безопасности обнаружили в пустыне загадочный объект – металлический монолит высотой около 3 метров. Странную конструкцию заметили с вертолета, затем спустились на землю и сфотографировали ее, а снимки опубликовали в соцсетях. В момент обнаружения артефакта пилот вертолета Брэд Хатчингс влетел в отдел общественной безопасности штата Юта, который помогает сотрудникам службы охраны дикой природы подсчитывать снежных баранов на юге штата. В интервью телеканалу Хатчингс рассказывает, мы бы так и пролетели над ним, но один из биологов случайно его заметил. Эй, стой, стой, повернись, начал орать он. Вон эта штука сзади, мы должны пойти посмотреть на нее. Ну и мы пошли. Если честно, то мы немного перепугались. Хатчингс говорит, что объект явно искусственный и очень плотно посажен в скалу, как будто им кто-то выстрелил с неба. Несмотря на шутки про инопланетное вмешательство, Монолит явно сделали люди из нержавеющей стали. Что не делает менее загадочным то, как он попал в удаленный каньон, тем более, что установка подобных конструкций на территории государственной собственности без уведомления запрещена законами штата. Представитель DPS Ник Стрит заявил, что Монолит мог стоять там с 1940-50-х годов. История Монолита в Юте быстро привлекла внимание интернет-детективов. Сотни пользователей принялись искать подсказки и выдвигать теории. За сутки они смогли определить точное местонахождение объекта и съездить туда на разведку. Дело в том, что власти Юты не стали разглашать точное местонахождение Монолита. Известно только, что его обнаружили в районе горного массива Ред Рок на юге штата. Это очень удаленный район. Если люди попытаются туда попасть, то существует вероятность, что их потом понадобится спасать. Заявили в департаменте общественной безопасности штата. Но людей сложно остановить подобными предупреждениями. Точное местонахождение Монолита обнаружил человек по имени Слейн и выложил в сеть. Как же ему это удалось? Он посмотрел на тип камней вокруг него. Это песчаник. Изучил их цвет, красный и белый, когда как у более высоких гор в Юте есть еще и черные полосы. Определил форму и текстуру пола. А круглая форма указывает на более открытую область. Затем Слейн сопоставил это с траекторией вертолета DPS, который вылетел рано утром из Монтичелло и направился на север. Сузив область поисков, Слейн в течение получаса выборочно открывал на гугл-картах места на пересечении рек Колорадо и Грин Ривер. Еще 15 минут он искал конкретный каньон. В итоге оказалось, что монолит виден со спутника. На снимках Google с 2013 по середину 2015 года монолита не видно. По версии пользователей Reddit, его установили в период с августа 2015 года по октябрь 2016 года. В июле его еще нет, в ноябре уже есть. Также кажется, что зону под установку объекта расчищали. Металлическая колонна напоминает знаменитую сцену из фильма Стэнли Кубрика 1968 года, в которой группа обезьян сталкивается с гигантской плитой. Однако, кому понадобилось устанавливать это в отдаленном и необитаемом месте, совершенно непонятно. Также не очень понятны технические аспекты строительства этого сооружения. Но самый главный прикол в том, что монолит пропал через несколько недель после обнаружения. По словам местных чиновников, им неизвестно, куда пропала трехгранная металлическая конструкция. Мы не убирали объект, который признается частной собственностью. Конструкция привлекла внимание международной национальной общественности, и нам сообщили, что вечером 27 ноября ее убрал человек или группа лиц, отметили в бюро. При этом в ведомстве подчеркнули, что в их обязанности не входит расследование преступлений, связанных с частной собственностью, так как этим занимается местная полиция. Так что, как говорится... А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok